Ровно неделю осталось до открытия экономического форума. На нем состоится молодежная площадка поколения 2030. И о том, что же будет на площадке в этом году, мы поговорим с гостем нашей студии, председателем оргкомитета площадки Юлии Верхушиной. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, я знаю, что в этом году темой площадки станет гражданское общество. Как вы считаете, эта тема сейчас настолько актуальна? Ну, я бы немножко подкорректировала, все-таки тема этого года будет новый общественный договор. Мы будем говорить о том, как выстроить эффективную коммуникацию между третьим сектором и государством, между государством и бизнесом, между бизнесом и третьим сектором. То есть, по сути, будем говорить о том, как выстроить систему общественных отношений внутри самого общества. А гражданских инициативах вы в том числе и будете говорить? Ну, естественно, третий сектор — это и есть граждане, то есть не правительственные, не коммерческие организации. Поэтому, конечно, ключевой темой становится поддержка гражданских инициатив. При этом мы говорим не только о каких-то крупных системных инициативах, которые реализуются в нашей стране, но и, конечно, о мелких, тех, которые, в принципе, происходят в нашем дворе, происходят в нашем городе, крае и так далее. Поэтому вот все эти темы будем обсуждать в рамках молодежной площадки этого года. Возвращаясь к своему вопросу, как вы считаете, все-таки тема гражданских инициатив сейчас действительно настолько актуальна? Конечно. Именно сейчас она наиболее актуальна. Дело в том, что когда происходят некие такие кризисные времена или когда мы понимаем, что нет устойчивости стопроцентной во всех, это, наверное, будет происходить всегда, именно в этот момент возникает потребность людям научиться действительно эффективно договариваться. Поэтому, по сути, вот назрел тот момент, когда нам нужно начать эффективно договариваться. Это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что ресурсы всегда будут ограничены. Невозможно с помощью бюджета решить всех вопросов. И поэтому гражданские инициативы, они были и будут, и, наверное, это нормально. Просто другой вопрос, как сделать так, чтобы мы могли со стороны государства, в том числе, эффективно поддерживать и со стороны бизнеса. Скажите, а кто станет экспертами в этом году? Может быть, федеральные какие-то эксперты? Конечно, у нас будет серьезное представительство федеральных экспертов. В этом году ключевым заказчиком на результаты, ключевым партнером стала Общественная палата Российской Федерации. И, конечно, секретарь Общественной палаты Российской Федерации Александр Бричалов также приедет на Красноярский экономический форум и, в частности, станет даже модератором нашего пленарного заседания. Кроме этого, будет ряд экспертов, членов Общественной палаты, общественных деятелей со всей страны, и, конечно же, в том числе с Москвы и крупных федеральных центров. Еще немного о самих участниках этой площадки давайте поговорим. Я знаю, что был большой конкурс, было много желающих, и попасть было довольно сложно. Вот по каким критериям отбирали все-таки тех, кто будет на этой площадке? — Каждый год для нас принципиально, что попадание на молодежную площадку для молодых людей происходит по конкурсу. И это принципиальный момент, который не меняется, поскольку мы должны отобрать самых замотивированных. Там должны быть люди, которые понимают, зачем они туда пришли. Конечно, был конкурс и в этом году, и если даже подводить итоги последних лет, я могу сказать, что это самый большой конкурс по итогам прошлых лет. В этом году мы отобрали 20 лидеров. Это основные участники, те, кто приедет на неделю раньше в Краснояр со всей страны. Они приедут сюда, чтобы совместно с экспертами проектировать содержание площадки. — А сколько изначально было претендентов? — Да, почти полторы тысячи заявок. То есть на вот эти 20 мест лидеров был конкурс 74 человека на место, но такого конкурса нет даже в наших вузах. Поэтому конкурс действительно был серьезный. — А вам запомнились какие-то, может быть, из этих людей самые яркие? Вот чем-то, может быть, запомнили? — На самом деле, каждый из этих людей абсолютно 100% очень яркая личность. Я чуть-чуть закончу. Вот мысль, которую хотела сказать. Не нужно думать, что участниками молодежной площадки станут только 20 человек. 20 человек первые в рейтинге, они попадают в категорию лидеры и приезжают заранее и становятся спикерами на площадке. Но 600 человек следующие в рейтинге, они становятся участниками. Поэтому еще 600 человек смогли пройти. Если говорить об историях тех самых лидеров, которые прошли, то, наверное, я бы выделила и Дмитрий, который из Санкт-Петербурга. Он возглавляет очень большой благотворительный фонд доноров. И этот фонд доноров имеет очень хорошие показатели по всей стране. Их не раз отмечали, в том числе на национальных премиях. Они помогли и спасли сотни жизней. Если говорить немножко с другой стороны, Илья Новодворский, он, в принципе, наверное, если я так произнесу, уже многие вспомнят. Потому что Илья является режиссером фильма «Здесь живут люди» о той жизни, которая была на Донбассе. Собственно, этот фильм показывали не только на федеральном канале, но и на Каннском кинофестивале. Это такой режиссер со смыслом, который действительно показывает правду. Поэтому абсолютно разные лидеры. При этом, конечно, есть и красноярцы. Для меня это большая радость. Я даже не ожидала, что красноярцы в этой конкурентной борьбе смогут победить. И причем не только из города Красноярска. Их пять. Это и из Красноярска, и два человека. Один у нас из Лиссасибирска. И еще один человек у нас из Краснотуранского района. То есть, действительно, география очень широкая. Ну вот и последний вопрос. Какие результаты? То есть, они поучаствуют на этой площадке. И какие результаты в конце форума участники представят? Каким образом? Ну, конечно, с одной стороны, мы понимаем, что вообще проведение на такой площадке дает огромный результат для самих участников. Потому что они находят себе соратников, сподвижников. Тех людей, которые живут и горят теми же идеями и мыслями, которые есть у них. Это первый результат, который останется с ними на всю жизнь. И мы, как показывает практика, это очень ценно. Конечно, будет резолюция форума. Она будет презентована на пленарном заседании всего Красноярского экономического форума. И при этом, если говорить еще о результатах, предложения самые интересные и яркие войдут в концепцию развития третьего сектора. Именно этим документом сейчас занимается разработка его Общественная палата Российской Федерации. И в конце этого года концепция будет представлена Владимиру Владимировичу Путину. Спасибо вам, Юлия, за интересный разговор, просто увлекательную беседу. С гостем я прощаюсь, а программу продолжаем.